здравствуйте вы слушаете подкаст на информационном портале love md и сегодня мы поговорим на тему по каким каналам и с какой частотой распространяется дезинформация в гагаузии в республике молдова дезинформация чаще всего распространяется через мессенджеры анонимный телеграм-каналы вайбер-группы и социальные сети однако стоит отметить что доля откровенной дезинформации на популярных платформах таких как фейсбук обычно меньше чем телеграм однако оценить реальное влияние анонимных телеграм-каналов достаточно сложно из-за сомнений в аудитории и возможном присутствии ботов я призываю людей воздержаться от чтения анонимных источников информации в телеграме хотя многие из этих каналов кажутся безобидными и представляют собой медиа с течением времени они могут начать распространять дезинформацию или даже полностью изменить свой формат существует список телеграм-каналов известный как список службы информации безопасности где собраны каналы предположительно связаны с центральными разведательными управлениями россии однако стоит отметить что эта сеть гораздо обширнее и множество каналов могут ссылаться на источники из этого списка почему не стоит читать анонимные каналы даже если вы хотите ознакомиться с другими точками зрения не следует поддаваться соблазну читать анонимные и пропагандистские ресурсы поскольку их влияние часто недооценивается российская дезинформация может где-то на уровне подсознания оставлять у нас мысли и идеи которые рано или поздно мозг соединит и ему будет казаться это логичным это токсичная информация которая не помогает вместо того чтобы читать пропагандистские каналы я рекомендую обращаться к аналитике и профессиональным источникам аналитики и эксперты проводят глубокий анализ информации помогая нам понять к чему приводит распространение подобных вещей и какие цели стоят за такими действиями молдаване и гагузы несомненно становятся все более информированными но важно понимать что борьба с дезинформацией требует специализированных знаний навыков не следует забывать что противникам здесь выступают профессионалы которые каждый день посещает свою жизнь этому делу российские нарративы и как их опровергнуть российская пропаганда активно продвигает несколько ключевых нарративов которые формируют определенное представление событиях в молдове как внутри страны так и на мировой арене первый нарратив касается представления молдовы как провального государства это нарратив насыщен рядом сообщения коррупции экономических проблемах исторических аспектах языковой проблемы и так далее второй нарратив подчеркивает внешнее управление молдовой выделяя определенных владельцев и управителей от сша евросоюза до сороса и масонов это нарратив часто активно продвигается в странах с историческими сходствами с молдовой страны снг например третий нарратив связан с обвинениями в нацизме и нацистской идеологии в молдавском обществе хотя этот нарратив имеет свои корни в западной аудитории он активно распространяется на международном уровне через мировые медиа общая динамика российских нарративов изменчиво но они постоянно присутствуют в информационном пространстве адаптируясь к изменяющимся обстоятельствам и приоритетам и так как можно опровергать российские нарративы по мнению экспертов ключевым вопросом является осознание публикой методов и структуры дезинформации это помогает эффективнее распознавать и противостоять влиянию навязчивых нарративов важно понимать что российская дезинформация стремится не только к передаче ложной информации но и к изменению мышления и поведения людей один из способов опровержения нарративов анализ информации через призму пирамиды дезинформации фейки манипуляции и теории заговоров первые ступени которые пересекаются с месседжами и нарративами на практике это означает что важно не просто принимать информацию на веру а анализировать ее источники цели и последствия стратегическая коммуникация играет ключевую роль в противодействии дезинформации необходимо постоянно разоблачать российскую пропаганду и обучать общество ее механизмом действия важно создавать альтернативные неподдельные источники информации и формировать смыслы которые заполняют проблемы оставленные дезинформацией для более эффективного контроля над информационным пространством необходимо также внедрить механизмы саморегуляции в медиа это может включать в себя сотрудничество с топовыми организациями для разработки мер по защите от дезинформации а также повышение ответственности рекламодателей за размещение контента на своих площадках в целом противодействие российским нарративам требует комплексного подхода включающего в себя образование коммуникацию и регулирование информационного пространства и так как нам всем научиться различать манипулирование мошенничество дезинформацию твоя инструкция в борьбе с дезинформацией и манипуляциями наша основная задача наше собственное критическое мышление и способность анализировать информацию важно иметь кредо на будущее и здравый смысл ориентированный на понимание текущих и будущих угроз вот несколько шагов которые могут помочь в этом осознание угрозы первый шаг принятия реальности того что дезинформация и манипуляция с информацией является неотъемлемой частью современного мира это поможет нам более осознанно воспринимать информацию и остерегаться возможных влияний активное задавание вопросов стремитесь анализировать информацию и задавать себе вопросы почему эта информация появилась кто может извлечь выгоду из распространения если альтернативные источники это поможет проникнуться критическим отношением к информации чтение профильных организаций следите за работой профессиональных организаций занимающихся исследованиями дезинформации и манипуляций их анализы и отчеты могут помочь разобраться в сложных ситуациях и отличить факты от вымысла развитие критического мышления стремитесь развивать свои навыки критического мышления это включает себя способность анализировать информацию оценивать доводы и выводы а также проверять источники информации на достоверность кроме того важно понимать что борьба с дезинформацией это не только задача государства но и общество в целом чем более информационными и критически мыслящими будут граждане тем менее эффективной станет дезинформация что поможет нам победить в информационной войне на государственном уровне необходимо стремиться к системности подходов и прозрачной коммуникации с гражданами важно откровенно и искренне говорить об угрозах и вызовах с которыми сталкивается общество и вовлекать граждан в процесс принятия решений успех в информационной войне зависит от активного участия каждого гражданина в защите информационной безопасности республики молдова развитие критического мышления и готовность принимать информированные решения помогут обществу эффективнее справляться с вызовами дезинформации и манопуляции вы слушали очередной подкаст на информационном портале love md с виталием гайдаржи